Слава не для того, чтобы выиграть главный пресс-шоу, а для того, чтобы найти свою другую половинку. Я хочу найти девушку своей мечты. Сынок, это тогда на программу «Давай поженимся». Да, о своей любви, которая всегда будет рядом со мной. И в радости, и в горе. Вперед, Саша! Есть ощущение, что если именно этим танцам откроются зимние Олимпийские игры, то сразу после танца закроются. Я слышал, Саша, что посол Украины обратился к членам жюри нашего шоу с просьбой «Не отправлять, попридержать у себя в России Александра, не возвращать его на родину». Вот ты сейчас над ним издеваешься в душе, наверное. А ты бы так смог. Нет, а я не знаю, я вот завидую его свободе. На сцене Александр Маров из Украины. Александр, спасибо за выступление. Мы должны вам сказать, точнее предупредить вас. Один раз в год в Москве празднуют День ВДВ. В этот день не выходите на уль. Или будьте аккуратны. Ваш микрофон, пожалуйста. Александр. Хорошо, спасибо. Ну что, три... Саша, Саш, послушайте. Вы какому Сашу сейчас обращаете? Я в Голубом Марово. Да. Саш, море обаяния, я вам хочу сказать. И я честно поверила, что вам нужна любовь. Я бы вот, например, тоже бы в 23 года, если бы у меня никого не было, так бы выколбашивала на сцене. Мама, не горюй, вы бы мальчиком рядом показались. Верю, Саша, верю. Ко мне на программу. Спасибо большое. Я прям с сочувствием отношусь. Вот с таким состраданием, миленький. Вперед. Не надо его жалеть. Зачем же вы его жалеете? Надо. А мне как раз захотелось посмотреть номер Кузеевой. Я говорю да. Спасибо большое. Александр Дмитриевич, вы были первыми, кто нажал красную кнопку. Ну, этот номер не для Олимпийских игр точно. Может быть, для программы Ларис Кузеевой. Но для Олимпиады не годится. Не спортивно. Ну, и для передачи «Давай поженимся» тоже можно поменять костюм. Как вы думаете, Александр Дмитриевич? Костюм надо поменять в любом случае. Да дело не в костюме. Саш, вы обаятельный парень, вы талантливый парень. И надо, чтобы кто-то все-таки какие-то вещи вам объяснил. Потому что вот эта импровизация, которую вы продемонстрировали, ну, как бы требует определенной корректировки, на мой взгляд. И, понимаешь, был бы режиссер или любовь вы бы нашли, она бы вам помогла. Просто я очень сильно волнуюсь, когда я брал участие в прямом эфире Украины, в проекте я вошел в полуфинал. Ну, так вас... Просто я снялся около 20 проектов. Ну, Саш, ну что делать? Потому что я первый раз в жизни в Москве и в России. У меня здесь никого нет. Сашенька, не переживайте, у вас теперь есть сама Лариса Гудеева. Спасибо вам большое. Вам, как украинскому достоянию, лучше вернуться на родину. Спасибо. Спасибо. Но сегодня нет, к сожалению. Пока. О, нет. Я хочу сказать, что на дороге к Олимпу встречается всякое, но, тем не менее, мы не оставляем свои надежды увидеть лучше.